Не нужно тыкать в нас пальцем, если мы вам не нравимся, ткните в глаз себе, и мы больше гарантированно не увидимся. По крайней мере с 30 октября по 7 ноября точно. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, аттракцион невиданной щедрости вновь в действии. Мы снова уходим на законный и незаслуженный отдых за счет работодателя. Я, безусловно, поддерживаю предложение, ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Пока это всего лишь неделя, но уже сегодня понятно, это вынужденная мера, причем вынуждает она именно нас с вами. А к чему? Бинго, к добровольной вакцинации. Обязательной для всех ее сделать не получилось, штрафы не прижились, угрозы и истерики властей действия не возымели. Решили пойти проторенным путем, ограничить физические телодвижения, причем за счет работодателя. Хотя вот он вообще ни в чем не виноват. Погодите, а объявленные нерабочими дни точно являются выходными для всех? Ведь по логике вещей привитые россияне уже не несут опасности и риск заражения у них гораздо ниже. Так почему эту неделю в изоляции от работы должны провести и они? Непорядочек, знаете ли. Хотя шутки шутками, но давайте посмотрим на это критически. Мы два года боремся с вирусом, мы пережили полный несколько недельный локдаун в прошлом году, а победу так и не одержали. А вот на указанную неделю, видимо, возлагаем огромные надежды. Именно она должна переломить ход истории, ход истории болезни, болезни нашего общества. Кстати, в Екатеринбурге ситуация куда более серьезная, но не с количеством заболевших, а с качеством типа здоровых. Наши чиновники настолько суровы, что предлагают с местным населением не церемониться, а зажимать настолько, чтобы потом не приходилось целовать нас в жуку. Хватит с населением-то заигрывать, зажимать надо, порядок наводить. А у нас ведь выборы постоянно. Ой, не надо народ обижать, не надо обижать. Забываем простую поговорку. Куда солдата не целуй, все равно попадешь между ягодичных мышц. Но нет другого варианта, ты все равно будешь виноват. Но не надо заигрывать. Если есть жесткие меры, надо принимать жесткие меры. Вот сегодня я слышал, как транспорт. Абсолютно правильно Перешков говорил. Что уговаривать, штрафуйте. Штрафуйте, наказывайте. Вытаскивайте из автобусов, антимасочников. Сколько можно это терпеть? Причем, если вы думаете, что господин Колесников топит исключительно за прививки и QR-коды, то вы ошибаетесь. Топит он именно за маски, типа прививка без средства индивидуальной защиты. Это выброшенный на ветер иммунитет. Причем не только свой, но и окружающих. Внимание, цитата. Человек укололся, потом снимает маску и начинает всех ходить и заражать. А где гарантия, что антитела выработались? Конец цитаты. В подтверждении своих слов чиновник привел в пример Англию, где процент вакцинации выше, чем в России, однако смертность и заболеваемость все равно растут. Понимаете, на что намекает депутат Колесников? Ну, вы у меня умные, уверенно сделаете правильные выводы, озвучивать которые с некоторых пор мне строго-настрого запрещено. Радует одно, рано или поздно ковидный дым рассеется. Вот тогда мы и посмотрим, кто есть кто, а у кого корона головного мозга. Ведь каждый из нас уже давно понял, как выглядит игла со смертью Кощея. Ну вот богатыри русские все что-то не находятся. Мы их запрещали, запрещали, а они все равно приехали. Россию на этой неделе уже в третий раз посетили представителей запрещенного террористического движения «Талибан». Не буду сыпать саркастическими обвинениями в духе «Зачем общаетесь, если запретили?» Потому как осознаю, что если талибы пришли к власти, и это свершившийся факт, то взаимодействовать все равно придется. Хотя бы для того, чтобы исполнить слова нашего пророка. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем, и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Кстати, если вы не понимаете, почему речь зашла о пророке, значит вы точно не посмотрели вчерашний выпуск новостей. Советую срочно исправить это упущение, и тогда все гарантированно встанет на свои места. Но вернемся к талибам. Теперь, после слов президента, вопросы типа «Зачем мы в третий раз встречаемся с террористами?» отпадают сами собой. Ну, просто первые два раза представители запрещенной организации в уборной, видимо, так и не показались. Ну, а если серьезно, то оставив в стороне хайп, мы же прекрасно понимаем, что, зачем и почему. Особенно в свете недавних событий, когда, уходя, американцы оставили в Афганистане военное оборудование и вооружение на сумму 85 миллиардов долларов. И все это, на секундочку, не так далеко от России. Поэтому, хотим мы этого или нет, а нам придется сесть за стол переговоров и договариваться с организацией, запрещенной на территории России, но разрешенной на территории Кремля. Борьба с бедностью по-русски. На этой неделе стало известно, что Росстат решил усовершенствовать методы оценки бедности россиян. Особенно пристально ведомство присмотрится к инвалидам, пожилым людям и многодетным семьям. Сейчас доходом считается только денежное выражение семейного актива. Предлагается же дополнить эту статью и не финансовой помощью, которую отдельной категории граждан получают от государства. Это, например, молочные продукты для малышей, бесплатные лекарства для пенсионеров и коляски для инвалидов. Только вот вопрос, а зачем? Чтобы улучшить показатели? Потому что президент потребовал снизить бедность вдвое. Или чтобы совесть свою очистить? Типа, бесплатно получил, значит заработал. Так вы тогда еще и налог ведите. Ну чем подачка от государства отличается от того же подарка или, например, заработка, двух зайцев убьете. Зафиксируете резкое снижение уровня бедности и казну обогатите. Но, как понимаете, ни то, ни другое это не точно. И тут даже как бы не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Потому как даже на то, чтобы поднять уровень бедности, у нас инструменты нашлись. А чтобы ввести прогрессивную шкалу налогообложения для миллиардеров, это не, не слышали. По мнению Силуанова, они все равно найдут способ уйти от его оплаты. А значит, зачем напрягаться? Вернемся к этому разговору года через три. А там как раз все про него и забудут. Потому что кто на свете всех хитрее, всех подлее и лжевее? И пусть я буду не права в ударении, зато и рифму сохраню и смысл передам в подлиннике. Ну а у меня на этом, друзья, все. Увидимся ровно через неделю. Всех люблю. Пока-пока.